Друзья, добрый-добрый день! Мы приветствуем вас в прямом эфире. Я, Диля, ведущая Московского дома книги. Сегодня мы приглашаем всех вас присоединиться к встрече с Виктором Салтыковым. Поговорим о творчестве, любимых книгах, планах на будущее, но и многом-многом другом. Виктор Владимирович к нам присоединяется. Виктор Салтыков, советский и российский певец. У него, конечно, уникальный голос. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый уже, можно сказать, полувечер. Начало вечера. После четырех уже время. Как проходит время на самоизоляции. Да, ну как вам сказать? Нормально? Мы часто так самоизолируемся и в простой, обычной жизни. Когда приезжаем с гастролем, отдыхаем таким образом, изолируясь в доме. Я мечтал всегда жить в доме. Потом жизнь, видите, как повернулась. Судьба мне улыбнулась. Я с удовольствием живу в доме. С удовольствием. Я в студии, да, я постоянно тут сижу в студии, работаю. Мне не скучно, короче. Занимаемся музыкой, семья, печем, сажаем растения к весне. У нас теплицы дома, поэтому занимаемся вот именно этим. Такая история. Мне кажется, нет худа без добра, да, как говорится. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Во всем есть свои положительные стороны. Понятно, что уже вторую неделю мы сидим. Обидно, что очень много светило концертов, и они, мы с директором не понимаем, что нам делать в дальнейшем. Потому что весь народ, наверное, в подвешенном состоянии, и многие люди тоже, потому что не понимают, куда и как двигаться дальше, когда это все закончится. Мы, конечно, ждем это с надеждой, что все произойдет в лучших традициях русского народа, что все будет все-таки, конечно, в итоге хорошо. Поэтому ждем, когда дадут команду, когда люди перестанут заболевать. Я просто желаю всем жить на позитиве, и тогда, мне кажется, чем мы будем больше излучать положительные энергии, мне кажется, будет так же и народ не заболевать, а наоборот только выздоравливать. Дай Бог всем здоровья, и главное быть ответственными в том, что мы делаем. Все-таки не зря нас призывает сидеть дома. Все-таки я человек тоже не из робкого десятка, и я сам не всегда законопослушный бываю. Был, по крайней мере, когда-то, особенно в молодости. Сейчас я более уже такой степенный, мудрый человек. У меня семья, дети, и как бы хорошо еще пожить на этой земле несколько прекрасных лет. Поэтому мы соблюдаем все правила. Если мы будем соблюдать все правила, все будет хорошо. Я иногда не понимаю людей, которые все-таки идут на зло, во вред вот всему. И у нас же есть такой народ, который, можно сказать, люди такие, часть людей, которые, им все нипочем, все законы, все плохо, понимаете. Может быть, и раздуток. Кто-то говорит, что это раздутая история, кто-то говорит, нет, ну я не думаю, что это раздуток. У меня друзья и дочка в Америке, она мне пишет, папа, страшно, потому что она молодая, говорит, уже молодые стали заболевать. Поэтому сидите дома, ребят, ничего страшного. Я понимаю, что, может, кто-то думает, на что жить и как жить, но, вы знаете, я поставил перед семьей задачу прожить на 3000 рублей в неделю. И нормально, живем. Вот на 3000 купили кашки, макарошки, чуть-чуть мяска, мясо, тем более есть возможность сесть на диету, товарищи, это же прекрасно. Я вот зарядкой занялся, мы тут печем, я тут капусту настрогал, наквасил опять, не осенью, а даже сейчас. Ну, прекрасная музыка. Играю, пою. Отлично, отлично, сегодня мы что-то споем. Ну, если вы попросите, аккуратно, ведущий нас попросит спеть, мы споем. Я прошу прощения, у нас есть задержка со связью опять. Ну, придется в таких условиях брать интервью. Брать интервью. Поэтому, дорогие друзья, заранее просите. А почему от задержки идут, я не понимаю. Не знаю. Не знаю. У меня такой, друзья, ко всем вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста. И просьба. И просьба. Присылайте свои вопросы. Возможно, что-то хотите сказать Виктору. Или, может быть, пожелать, пишите, мы все это зачитаем. В этом году исполняется 35 лет, как вы на сцене планируете люблейный тур. Ну, он был спланирован уже, мы уже понемножку начали ехать. Я, во-первых, подготовил, мы полтора года работали над альбомом, который будет называться «История». Я назвал так с пафосом, как Майкл Джексон. У него «History» называлась, а у меня «История». То есть туда войдут все композиции, наилучшие композиции, которые я спел за эти годы. Потом те песни, которые мало, может быть, известны, но, тем не менее, не хуже. Иногда многие даже лучше. Многие меня знают по нескольким, ну, пожалуй, только по нескольким песням, наверное, на сегодняшний день. Я же работал в это время и очень много пел, и выступаю много, и на концертах это все просят, чтобы я пел. Но альбом будет называться «История», и вот эта вся, и программа также будет называться «История». Вот мы сейчас ехали в тур, начиная с апреля уже мы должны были накатать эту программу. Но вот видите, как уже было где-то около 18 концертов назначено, и обидно, что все это спаслетало. Причем мы едем по разным городам, и по крупным, и по мелким, и даже по всем, по значительно маленьким. Я решил осуществить свою мечту детства. Был такой фильм «Очень слипчик», там, где с Павлом Прайс, такая группа Animals, они снимались там, и они ехали на машине по всей Америке. То же самое я мечтал когда-то осуществить. Вот я был еще в зрелом, взрослом возрасте, решил это сделать. И сейчас мы наметили туры, вот такая оказия, вот такая неприятность получилась с этими болезнями. Но ничего страшного. Все, что не делается, делается к лучшему. Значит, есть возможность одуматься, посидеть и что-то переосмыслить в своей жизни, понимаете. Ребенок учится, жена думает, что-то убирает, готовит, сажает. Мы сейчас в теплице очень много рассады посадили, поэтому есть свои плюсы еще раз. Так что музыка, творчество, все вот происходит, все поем, что-то делаем. Отлично. Расскажите про новые песни. Изнялся ли Виктор Солтыков в музыкальном плане со временем группы Форум и Электроклуб? Ну, во-первых, я начинал совершенно в другой группе, даже не в Форуме, не в Электроклубе, а начинал с такой прекрасной группы, как Мануфактура. Я хочу многим, кто не знает о моей истории жизни, немножко поделиться тем, что я в этой группе начинал, это был 83-й год, Ленинградский рок-клуб. В этом Ленинградском рок-клубе состояли такие коллективы, как Кино, Зоопарк, и мы имели честь попасть на первый фестиваль рок-музыки в Санкт-Петербурге, который остался на Рубинштейна, как раз в рок-клубе. Он состоялся в 83-м году. И на удивление для всех мы в составе группы Мануфактура, Олег Скиба, Дима Матковский, Андрей Арбузов и Саксофонин Рахов, мы заняли первое место, получили Грам-при. И после этого моя мечта стала осуществляться все дальше и дальше. После этого меня пригласил в группу Александра Назаров с Александром Морозовым, потом дать Сухманов, и так жизнь моя сложилась в таком ключе. Что касается Мануфактуры, это была прекрасная группа «Новой волны», но мы, к сожалению, не смогли продолжить наше, так сказать, существование, потому что ребята забрали в армию после этого удачно успешного фестиваля. Я получил тогда впервые звание лучшего вокалиста, где меня заметил Саша Назаров и пригласил уже потом в последствии группу «Форум». Это была такая сессионная получилась группа, что мы только ее собрали. Но мы общались с Олегом Скибой, до сих пор общаемся, я пою его песни. Многие песни я из репертуара в факторе сейчас осмыслил, немножко переделал, они просто звучат современно. Так что в этом же альбоме «Хистери» там будет очень много вот этой красивой, прекрасной музыки, которую написал Олег Скибой. Я работаю вообще с малым количеством композиторов. На сегодняшний день это Сережа Долгополов из Свердловска, который написал больше 60% моего репертуара, и также Олег Скибой. Вот все, что я пою. И плюс есть свои какие-то песни, и в этом альбоме они тоже будут. Я никогда не представлял нас у зрителей свои песни. Там есть, будет что послушать, что я написал сам. А сколько будет песен? Ну, много. Я думаю, что 35, наверное, точно. Это будет двойной альбом, я хочу разбить на две части. А именно ваших авторских? Ну, у меня авторских пока осуществленных три мы записали, но посмотрим, что будет дальше. Скромненько вывешу там одну-две песни и посмотрю реакцию людей. Я пробовал на концерте, у меня есть в одном из альбомов песни, «Немирай любовь» называется, и многим она нравится. Ну, я ее никогда особо не крутил, никогда особо не размещал. Ну, сейчас на закате своей музыкальной жизни я навешу активироваться. Тем более сейчас сам Бог велел заниматься творчеством. Очень. Тем более юбилейная дата 35 лет. На сцене. На сцене. Я думаю, что к осени можно будет, да, осуществить какой-то концерт. Ну, это все пока в планах. Виктор, можно вас попросить? Я думаю, что подписчики наши тоже поддержат. Чтобы вы спели что-то из нового репертуара. Ой, из нового что-то репертуара. Что бы вам спеть такого? Ну, я спою не совсем, может быть, из нового репертуара. Давайте я возьму гитарку, попробуй сыграть. Кстати, вот наши подписчики пишут, на каком закате у вас только все нравится. Браво, спасибо. Я не волнуюсь, это мой девиз, это мой девиз, я не волнуюсь, это мой девиз. Если уйду я из кинозала, мне не понравился фильм. Значит, это я достал, что ж я не исправим. Не подойду я с досады к девчонке, к та, что стоит подождем. Сразу нужно будет волноваться, куда мы с ней пойдем. Я не волнуюсь, это мой девиз. Мы не волнуемся, это наш девиз. Ну, сокращенно так. Здорово, аплодисменты, друзья. У меня у вас такая пластинка замечательная. Игроклуб? Да. У вас такая пластинка даже лежит, смотрите, как здорово. У меня тут отмечены самые любимые песни. «Кони в яблоках», «Ты замуж за него не выходи», «Темная лошадь», «Схожу с сухой». Понимаете, вот вы не представляете, сколько пришлось мне раз спеть эту песню. И к ней у меня особое отношение. Назвать их нелюбимыми я не имею права, потому что эти песни сделали, составили обо мне какую-то свою картинку и мнение, правильно? Они меня, как говорил Саша Назаров, они меня будут всю жизнь кормить. Он говорит, Виктор, ты пойми, понимай, пойми, что это все песни на века. Хотя мне не все это нравилось, особенно «Кони в яблоках», у меня уже от нее вот здесь. Потому что на любом концерте все просят петь только эту песню. Хотя в моем представлении много хороших песен, и без этого. Поэтому, что из этого было спеть, я даже... Это оставлю для концертов. Я хотел сегодня как раз, если что-то спеть, что-нибудь новенькое. Ну, относительно новенькое, по крайней мере. Давайте спою еще одну песню какую-нибудь, чтобы нам... И поговорим о книгах. Мы же все-таки с домом книги разговариваем. Конечно, конечно. Да, и вот как раз есть возможность, сидя дома, что сделать? Побольше читать. Читать побольше, да. Потому что мы все в гаджетах, гаджетах. Все воспринимаем визуальную какую-то информацию. А вот когда ты читаешь книгу, ты получаешь... Это совсем мысли по-другому формируются. Это мое мнение. Я считаю, что оно непоколебимо. Потому что если ты все-таки читаешь, ты размышляешь больше, чем ты просто просматриваешь. Когда фильм ты смотришь. Все такие книги. Потом сам язык, каким пишутся книги, это тоже особо... Люди очень даровитые, скажем, пишут, очень талантливые. Есть очень хорошие авторы, которых я с удовольствием люблю читать, порой даже перечитывать. Потом я очень много люблю читать или слушать. Частенько иногда я себе позволяю... В машине ты не почитаешь особо? Я позволяю себе слушать аудиокниги. Это тоже хорошо. Особенно о жизни замечательных каких-то людей. Поэтому это для меня очень важно. Я люблю книги про Битлз, потому что я фанат группы Битлз. Потом я люблю книги про Стива Джобса, про очень успешных всевозможных разных людей. Поэтому давайте я что-нибудь спою еще, а потом поговорим еще о чем-нибудь. А теперь более грустная песня, скажем. Боль, 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 тронула мой дом. Тает снег в руки, превращаясь в море лунное. Ноль, 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 ноль за моим окном, на термометре, воет волком сердце плутное. Скажи мне небо, что со мной, скажи мне небо, что со мной, Своей убойной головой. Скажи мне небо, грех любви, скажи мне небо, грех любви, Зачем бурлит в моей крови? Скажи мне небо, скажи мне небо, скажи мне небо, Ждать, 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 редкий тарк земной. Я тебя не жду, все равно люблю. Пропавшая, врать, 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 лишь перед собой. Расскажи дождю, как горит звезда, упавшая. Скажи мне небо, что со мной, скажи мне небо, Своей убойной головой. Скажи мне небо, грех любви, скажи мне небо, грех любви, Зачем бурлит в моей крови? Скажи мне небо, скажи мне небо, скажи мне небо. Скажи мне небо. Не обойти, слишком много сил потрачено. Бой, 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 летя враг пустяк. Прыгай и лети, отдачник, как судьбой, назначено. Скажи мне небо, что со мной, с моей убойной головой. Скажи мне небо, грех любви, зачем бурлит в моей крови? Скажи мне небо, скажи мне небо. Скажи мне небо, скажи мне небо, скажи мне небо. Ну, примерно вот в таком рейде. Браво, браво. Вы мне подскажете, у меня здесь какие-то идут вот эти бумаги. Если я нажму, у меня все пропадет, да, судя по всему. Ну, ладно. Потому что у меня здесь написано очень много, а как это убрать вот все, что пишется? И оно так стоит. Никак не убрать. А, понятно, хорошо. Хорошо, давайте дальше, поехали. Вопросы от наших зрителей. Ваши самые любимые книги в детстве. Я в детстве очень любил, знаете, какую книжку? Как-то ни странно, ну, сказки, само собой. Но они, как правило, у нас... Мне всегда нравятся сказки Андерсона, во-первых, раз. Они были не совсем детские, на мой взгляд, и до сих пор я это как бы... Когда пересчитываю ребенку книгу, там Андерсон был человек такой достаточно загадочный для меня все равно. Потом мне очень нравилась книжка «Волшебник изумрудного города». Потом я в детстве прочитал, ну, мне было лет, наверное, 11. Мне очень понравилась книжка «Соловьё» «Прохожу на середину». Вот. «Прохожу на середину». Вот, шикарная была книга с юмором. Я впервые тогда погрузился, ну, стал увлекаться чтением. Потому что я потом как-то попал в Ленинградскую область. Меня отвезли на дачу. У меня друзей почему-то так не оказалось. У меня было лето уже где-то 12-13, да, 13 где-то. И я... Было очень дождливое лето. И я у хозяйки сдаваемого домика, да, нашел на Сеновале несколько книжечек Александра Дюма. Вот они прямо так стояли, прямо как для меня. Вот, чтобы было интересно. Я достал, прочитал. Мне мать все время и тетка говорили, говорит, ну, хватит на велосипеде гонять, ну, хоть бы книжку прочитал какую-нибудь. И я вот, внимая своим родителям, прочитал впервые для себя большой толстый роман Александра Дюма. Назывался он «Граф Монте-Кристо». Ребята, они, представляете, я не думал, что меня это так захватит, меня это так зацепит, и я, ну, просто был под таким впечатлением. Я за четыре дня, я не спал, я читал ее от и до, понимаете, настолько меня просто покорило это произведение. Потом я впоследствии прочитал, перечитал несколько интересных, на мой взгляд, толстых книг. Вот, сейчас я читаю, к сожалению, меньше, просто времени нет, наверное, чтобы так лежать постоянно. Я просто всем, кто, у кого есть дети, тем более они сейчас все сидят с гаджетами, все-таки старайтесь все-таки физически давать в руки книги. Я понимаю, что можно сегодня в интернете все прочитать, скачать, аудиокниги, но вот само ощущение издания книжки, вот именно самого тактильного ощущения вот этой книжки, перелистывания страниц, а сейчас, тем более, есть очень иллюстрированные красивые книги, есть какие-то, ну, вот книга – это волшебный такой, скажем, не может не очень, но современный гаджет в то же время, понимаете. Вот невозможно как работы на человеческом уровне все-таки брать книгу. Я с трепетом до сих пор беру сегодня книгу, потому что я до сих пор не могу научиться читать, ну, нет, я, естественно, как информационно использую айпады, там, телефоны, всевозможные компьютерные какие-то статьи, но чтобы полноценно насладиться литературой, надо все-таки открывать натуральную, реальную книжку. Поэтому вот так. Я прочитал Итадор Драйзер, помню, в свое время, и Граф Матрис, я уже говорил, очень много я посмотрел после лет 16-17, я читал, Стендаля начал читать вдруг, прочитал Стендаля. Ну, само собой, Джек Лондон, то, что… Потом я перечитал уже в более зрелом возрасте, ну, у меня в Вьетнаме уже было так под… Как раз, я помню, я уже в форуме пел, и как-то было… Мне захотелось вернуться к какой-то нашей школьной классике. Вдруг, не стало ни всего, я перечитал всего Лермонтова и для себя открыл его заново, потому что в школе, мне кажется, рано, в восьмом классе… Я помню, мы в восьмом классе проходили это все, все Лермонтовские герои нашего времени, и мне кажется, это слишком рано для детей, потому что там такие чувства есть, которым только, мне кажется… С одной стороны, хорошо, что это делается в школе, но многие вещи еще детям, наверное, непонятно. То есть люди все-таки еще подростки, тем более сейчас. Там, ну, книга волшебная, то есть Лермонтов прекрасно писал. В таких маленьких, тоненьких своих романчиках все там выглядело очень здорово. Повести, рассказы. Ну, шикарно. Читал Чехова. Чехов для меня более сложный человек. Ну, он, вернее, для меня он какой-то простой, но Чехов, наверное, больше для театральных людей, которые вот в театре там вот… Хотя, ну, Льва Николаевич Толстого я прочитал в свое время. «Войной мир», честно скажу, не осилил я. Я не прочитал до конца. Я пытался там несколько томов. По-моему, на каком-то третьем я остановился. А что касается Анны Каренина, да? Анны Каренина потом. Отец Сергий. Это все, что шло из кино. Понимаете, кино было немножко наоборот. Также я и своему сыну пытаюсь сначала фильм показать, а потом, когда ему понравилось какое-то произведение или фильм, я ему подкладываю сейчас вечером какую-нибудь книжечку. Говорю, вот по этой книжке был фильм снят. И он тоже особо не горит желанием читать, что очень обидно, но при этом вот таким из-под тяжка, так издалека пытаешься детям навязать, что читать просто необходимо. Я жалею о том, что я все-таки все равно мало читал. У меня отец был запойный, он в плане чтения. Он читал книжки по диагонали, со скоростью света. Он уходил на работу на неделю, брал вот такой толстый роман, приходил, и книжка была прочитана. В автобусе, в метро, везде он все время читал. Понимаете, сейчас даже если ты захочешь почитать, сидишь за рулем и думаешь, зачем я еду за рулем сейчас. Я иногда с таким удовольствием еду либо в поезде, либо лечу в самолете. Тогда еще что-то можно читать. Дома практически тоже очень редко удается, потому что то дети, то студия, то репетиции, то гастроли. И какая-то вот такая жизнь немножко непонятная. Ну вот сейчас коронавирус, может быть, и какую-то добрую службу сослужит нам. Масло масляное служит, сослужит. Спасибо большое, Виктор, за ответ. Хочу нашим зрителям, которые смотрят нас, напомнить, что наш интернет-магазин Московского Дома книги работает. Поэтому посылочки и преподать книги, которые вам нравятся, которые вы видите. А вот у меня вопрос к вам. Есть ли в Московском Доме книги книжки про Битлз? Конечно, естественно. Потому что у меня лежит очень хорошая книга. Больше сказать даже не книга, а песен сбор. Называется «Все песни Битлз». Вот видите, я могу даже показать. Прекрасно. Мы ждем вас в гости, когда все закончится. Виктор, немножко связь прерывается. Я думаю, что меня слышно. Когда все закончится, когда уже можно будет ездить. Мы ждем вас. А, понятно. Все, поняла. Есть вопрос, который задали нам ВКонтакте. Давайте. Какие вокалисты вдохновляли вас в 80-е? Ну, я до сих пор самый преданный человек, самый преданный фанат. Это, конечно, Битлз. Кто меня вдохновлял, это были Леннон, Маккартни, Харрисон. Вся эта группа четверка. Ну, в меньшей степени, естественно, Инга Стар, потому что он так больше барабачик и достаточно мало поющий. Но то, что делали эти Маккартни с Ленноном и с Харрисоном, это уникальный. Такие люди рождаются, наверное, в столетие один раз. Потому что, когда говорят слово «живая легенда», вот меня часто объявляют «живая легенда», меня всего передергивает, когда так... Я не заслужил таких представлений на концерте. Я говорю, мне так не надо представлять. А вот что касается Маккартни, это «живая легенда», что касается Леннона. Это первый вдохновитель мой. Потом у меня появился вдохновитель, потому что он тоже высоко достаточно пел. Была такая группа ЕС первая, которая мне, Андерсон. Потом у меня появился вдохновляющий меня певец. Естественно, это Роберт Плант, Олег Дзеппельн. Потом я вдохновлял... Вы знаете, сейчас такая волна новая пошла в 50-60-х годах, особенно в 60-х. Мне очень нравилось с детства «Муслим и Гомаев». Я смотрел все его концерты. Это мне было лет 11-10, я смотрел «Муслим и Гомаев». «Море, море, море, ах это свадьба, свадьба, свадьба пела и плеса». Тоже был для нашей страны, наверное, уникальный исполнитель. Потом из наших исполнителей меня вдохновляло кто. Из современных мне нравится пение. Я не хочу сказать, что меня кто-то вдохновляет сегодня уже, но кто-то из наших... Мне нравится Таня Буланова, как это вот... Мне нравится ее тембр голоса, мне нравится, как она поет. Вообще Танюшка мне сама нравится. Вы дружите с ней. Хорошо общаемся. Сказать, что мы такие закадычные друзья нельзя, но мы часто переписываемся, созваниваемся, друг друга поздравляем и на концертных площадках встречаемся, на съемочных площадках встречаемся. Володь Пресняков, Саша Иванов из «Ронда». Если брать наших каких-то исполнителей. Мне очень нравились в свое время, кто меня вдохновлял. Крис Норман. В какой-то момент я в армии служил, очень в Германии. Там было очень много... По телевизору показывали Крис Нормана. Потом кто еще из таких? Да много вокалистов, если честно, брать. Майкл Джексон, само собой. Потому что я считаю, что это тоже уникальный человек, который рождается, наверное, раз в сто лет. Естественно, группа «Пинк Флойд». Я буду перечислять до утра, кто-то мне нравится. Был вопрос. Рэй, там много команд. У меня дочка, тем более, еще сама моя Анечка, от второго брака, она очень меня снабжает новой музыкой. Сейчас мне нравится, как это может показаться не странным для человека в 60-м, с небольшим лет. Творчество Билли Алиш, например. Очень нравится. Свообразная девочка. Ну, много-много исполнителей. Меня слышно, нет? Слышно. Слышно? Слышно. А, отлично. У нас эхо как раз пропало. Спасибо. Был вопрос по поводу детства. А в детстве какие исполнители вам нравились больше всего? Тоже у нас зрители задавали. Муслим Агамаев в детстве мне нравился очень сильно. Поначалу. Потом мне нравились «Веселые ребята». Потом «Битлз», я уже говорил. Потом «Лет Зэппин», «Рубик Фланд». В общем, да, все понятно. В детстве мне нравилось. Да, мы это все пели. «Кризис Клёта Ревайл» там все песни. И так далее. Вот это все. Браво! Продолжение следует... — Битлз уже выпустили свою автобиографичную книгу, и, соответственно, у нас многие артисты в России тоже пишут книжки. Есть ли в планах написать биографию или, может быть, художественную литературу? — Ну, если мне кто-то предложит, я с удовольствием написал бы. Я бы рассказал бы. У меня есть что рассказать, наверное. Ну, и я не сторонник, допустим, таких вещей, что часто у нас происходит, как правило. Артисты хотят попасть, стать певцами. Юмористы хотят стать певцами. Но почему-то певцы не всегда хотят... — Вас плохо видно, Виктор? Можно поднять? — Но почему-то певцы не всегда хотят стать юмористами. Я вот... Каждый должен заниматься своим делом. Если тебе природа как бы... Или Бог дал путь, и ты на верном пути, если ты музыкант, то тоже всё-таки больше заниматься музыкой. Писать книги тоже не каждый может. Я могу написать книгу. Я об этом думал. И, наверное, скорее всего, хочется с чем-то поделиться. И оставить после себя что-то. Потому что понятно, что сам дневник я не напишу. А книга — это... Может подвести таким образом какой-то итог. Но если кто-то поможет мне написать, я с удовольствием напишу. Потому что полностью авторство, я думаю, мне очень трудно будет осилить. — Я думаю, что нас слушают издательства. Они обязательно предложат вам написать книгу. Тем более есть редактора, которые могут всегда помочь. У нас есть вопрос. Любимец публики, уникальный тембр и известность с 90-х. Всё это про вас, Виктор Силтопов. — Ну, 80-х больше. 90-х — это уже другие. — 80-х, 90-х, да. Вы до сих пор на гребне волны. Вот скажите секрет вашего успеха. Как так? Столько лет? — Ну, не все так считают, что я на гребне волны. Многие видят, что я куда-то пропал, что я исчез с экранов телевизоров. Но сегодня, слава богу, не нужен экран телевизора так много. Потому что сегодня есть медийное пространство YouTube и вот так же Instagram. И сегодня проще людям донести. Потом сама студия вот у меня, она достаточно неплохая. И в ней я уже записываю не один альбом и не одну песню записал здесь. Мы здесь репетируем. Поэтому есть возможности. Раньше было сложнее писать. Надо было стоять в очередь в какую-то студию или платить какие-то безумные деньги, чтобы записать какую-то одну единственную песню. Сейчас этих возможностей у меня предостаточно. И тем не менее, кто следит за моим движением в жизни, за моим творчеством, ну, так вот слово уже набило оскомину. Вот мое творчество, мое творчество. Но кто следит за моим, как бы скажем, жизненным путем музыкальным и творческим, тогда я считаю, что со мной несколько десятилетий идет группа каких-то моих поклонников. Фанатами их уже не назовешь, все уже, в общем-то, дети. Мне дети маленькие. Но они мне преданы. Я им большое спасибо. Я вот пользуясь слышу, могу им всем сказать низким поклонам за то, что они всегда рядом со мной. Всегда ждут от меня чего-то нового. И всегда слушают честно мою музыку. И вот мы, когда сейчас ехали бы на гастроли, мне было приятно, что у нас были проданы билеты на все концерты. Это было обидно делать даже не в деньгах. Мы очень честно едем и скромно, без каких-то вознословных гонораров. Ну и что-то исчезает иногда, да? А, вот я слышно. Да, хорошо. Вот. И мы едем на гастроли вот таким образом. Просто вот по тем местам, где иногда концерты не были уже по 15-20 лет. И вот мы два года назад ехали по Брянской области, по Тульской области мы проехались. Сейчас по Владимирской. То есть, когда мы едем по этим властям, я понимаю, что у нас не так все в стране хорошо, как бы нам хотелось. Потому что многие ДК вообще не работали по несколько десятилетий. И мы тем самым открываем дорогу иногда, едем, везем с собой аппаратуру. У нас все как надо. У нас хороший музыкальный коллектив с технической группой. Вот сколько народу приходится, столько у нас. Вот такое у нас концерты происходит. Иногда не всегда залы бывают полные. Могу признаться в этом. Иногда просто люди не верят в маленьких городочках. Больших-то все верят, но уже ходят. А в маленьких, кто не верит, приезжает там какой-то артист. Потому что очень много было аферистов и людей, которые проводили нечестно концерты, и людей просто обманывали. Поэтому обидно, что вот немножко вот так вот нам все подпортило. Но мы не справимся. Я думаю, что я дам хороший вот этот, скажем, как вы мне подсказали. Я не называл это юбилейным туром, но цифру уже забыл. Мне не хочется просто об этой цифре думать, потому что она слишком большая для меня. То есть если для молодого человека, девушки или женщины 35 лет, это еще самый рассвет, то для человека, которому уже за, уже немножко порой цифра 35 лет на сцене, это достаточно много. Мне кажется, этим надо гордиться, потому что это огромный ваш профессионализм, Виктор Владимирович. У нас есть вопрос. Ну, конфеты проходят неплохо, хорошо. Да, слушаю. Любите ли вы стихи и чьи? Такой вот вопрос от наших подписчиков, от наших слушателей. Александр Сергеевич Пушкин. Единственный поэт и единственные стихи, которые я с удовольствием мог бы читать. Лермонтов, само собой. Что касается современных, честно сказать, я не особо много читаю стихотворения. Мне нравилось еще, я еще не сказал, про такого великого автора мира вообще, ну, всей нашей Вселенной, скажем так. Это, конечно, Велим Шекспир. Там очень много сонетов, которые я очень люблю перечитывать и читаю до сих пор. Потому что они настолько мудрые, что иногда, когда читаешь чужие стихи, простые, мне кажется, ну, как-то люди порой не дотягивают. Ну, сейчас все пишут стихотворения. Сейчас все умеют слагать. Очень много людей, которые неплохо, в принципе, наверное. И у вас на канале должен был быть, я не знаю, был, я не смотрел, к сожалению, Илья Резник. Вот он хороший пишет, например, тексты для песен. Ну, вообще, прекрасный поэт, замечательный просто. И что касается каких-то современных, честно признаться, я просто не слежу за творчеством современных поэтов. Еще как-то песенников я смотрю иногда. Мне нравится, какие тексты. Есть разница между текстами и стихами. Есть тексты к музыке, тексты к песням. Они такие более... Потому что ты становишься рабом то мелодии, то рабом стиха. Ну, песню создать немножко другой совсем процесс технологический. Что касается из любимых авторов, как автор-исполнитель. Макаревич мне всегда нравился. Мне кажется, достаточно из современных кого назвать. Я даже не знаю. Честно, я признаюсь, Диляр, вам, что я, наверное, ничего не читал, к сожалению, в последнее время. И стихов мало, мало читаю. Сейчас действительно очень много хороших поэтов, поэтесс. Ну, я надеюсь, вы мне порекомендуете какие книжки? Да, обязательно. Из современной поэзии. Виктор, у нас, к сожалению, времени остается мало. Мы, может быть, сейчас музыкальный подарок подаем нашим зрителям от вас. Я тоже не знаю, что спеть-то такое. Сейчас что-то первый такой весь. Ну, грустную песню спою сейчас. Спою песню, которую я в детстве очень любил. И до сих пор пою ее в тесном кругу, а иногда не только в тесном, иногда на концерте. Я позволяю сейчас музыкантами ее исполнить. Это произведение в свое время спела группа «Цветы». Царисты этой легендарной группы, к сожалению, его нет с нами уже. Царство ему небесное. Но мне нравилась в детстве группа «Цветы» тоже. Наряду с Макаревичем. Я бы спел с удовольствием и Андрея Макаревича. Бывают дни, когда опустишь руки И нет ни славы, ни музыки, ни сил, чем ни стихи. В такие дни я был с собой в разлуке И никого помочь мне не просил И не хотел идти, куда попала И так далее. А теперь та песня, которую я хотел спеть. Какую песню спеть тебе, родная? Спи ночь в июле только шесть часов Тебя, когда ты дремлешь, засыпая Я словно колыбель качать готов Я словно колыбель качать готов Спи ночь в июле только шесть часов Пусть милая тебе спокойно спится А я пока долины осмотрю Скажу, чтоб вовремя запели птицы Садую звезды и зажгу зарю Садую звезды и зажгу зарю Садую звезды и зажгу зарю Спи ночь в апреле только семь часов Скоро будет шесть Браво! У нас есть вопросы Я думаю, что еще пара вопросов И тогда, друзья, будем прощаться Очень интересно Не будем прощаться, будем говорить друг другу До свидания Потому что прощаться В коронавирус опасно Надо просто говорить всем друг другу До новых встреч! Виктор, скажите, пожалуйста Были ли в вашей жизни Какие-то мистические ситуации Случаи? Если да, то расскажите о них Я даже не знаю Я как-то с мистикой Я вот не верю во всю эту хиромантию Извините, конечно Если только ты фильм Какого-то из ужасов не смотришь Иногда начинаешь даже верить Этой всей ерунде Ну, наверное, что-то, может быть Какие-то силы есть Но я гоню всю эту нечисть от себя Потому что я верующий человек И мне Людями себе придумывают Вот эти Страшности, страшилки Поэтому мистика для меня Ну Есть совпадения Есть случайные закономерности Естественно, какое-то что-то Существует И ты невольно Подвергаешься всем этим Хиромантиям всевозможным Бывает и такое Есть совпадения Есть какие-то вещи Когда ты Есть интуиция Мне кажется, больше Многие люди Мне кажется, я очень много Интуитивно что-то чувствую Особенно раньше Сейчас как-то меньше У меня сейчас это все Засыпает, наверное, с годами А раньше я очень Чутко реагировал На многие вещи в жизни Особенно На какие-то Я мог предчувствовать Я предчувствовал Смерть своего отца Я предчувствовал Смерть своей матери Ну, были такие моменты Смерть матери Я просто уже знал Что это Когда-то должно произойти А с отцом Неожиданно у меня погиб В командировке Но я ее предчувствовал Я никогда его не провожал А в этот раз Что-то поехал Ну, тогда поехал в аэропорт Мне было 13 лет Я поехал его провожать И после этого Я больше его никогда не видел Вот в такие нюансы жизненные Какие-то совпадения Вдруг Я иногда верю Естественно, стучу по дереву Как и все И черную кошку обхожу Ну, есть такие свои вери Все остальное Ну Не беспочвены иногда Люди на этом Хуже, когда Появляется на эту тему Очень много спекулянтов И аферистов Вот это сложнее Когда люди У вас был представитель РЕН-ТВ Вот ТВ Вот они там Об этом как раз Очень много говорят В мистиках О совпадениях О том, что Какие-то есть силы Ну, наверное Что-то, может быть, и есть Мы это чувствуем Может быть, что-то есть Мы боимся Как правило Все, что мы боимся Это все темное А все, что мы не боимся Все светлое Поэтому все, что от Бога Это светлое А все, что от дьявола Это темное Хотя дьявол принимает Обличие Христа И Бога Вернее И так же все Знаете Тут надо К этому относиться С улыбкой Я считаю Что это Немножко все Для меня Ну, по крайней мере Так вот Не накрывало Как многих накрывает Мне кажется Это связано С человеческой психикой С человеческим разумом С человеческим мозгом От этого все зависит Как люди себя накручивают Когда ты чем-то занят У тебя есть Чем себя занять Внутренне Вот книжки читаешь Ты Лучше жить в том мире Героев тех Чем Жизни придумывать Мне кажется Все это надумано Больше всего Надумано Конечно Есть Вещи Которые я не знаю Чем я не знаю Если у астрологи Я как-то даже Под их влиянием Был в свое время В молодости Попадал В астрологические круги Где я верил Тому И мне даже Нагадали Как я буду жить В целом Я как правило Аферистов определяю Расскажи Что у меня было Вернее Что у меня было Ближайшие там Начинают выдумывать Я понимаю Что они врут Потому что Правил от любого астролога Любого там Хироманта Можно вот Кто лечит Пытается вокруг тебя Руками водить Ну не знаю я Я этому не поддаюсь Я не поддаюсь гипнозу К сожалению Хотя эмоционально Эмоциональный человек Достаточно Мнимый порой Мнительный Как говорит супруга Ты вот себе можешь накрутить Могу себя накрутить Бывает Но у вас очень сильная энергетика Виктор Поскольку Вы собирали стадионы Ваша энергия Пробивала Миллионы людей Вот И трогала сердца Многих На нашей В нашем мире Даже я бы скажу Ну есть какая-то связь Я могу поверить Это вот Есть люди Которые умеют собирать Я В жизни гораздо скромнее Наверное Чем на сцене Или на стадионе Потому что когда Я сам не понимал Что происходит Когда я иногда Заводил публику Когда люди срывались С места Бежали И портили Футбольные поля Вот И когда Раскачивали автобус И поднимали После концерта Это все В общем-то Я наблюдал на себе И испытывал Понимаете Я не понимал Вот этого Никогда Хотя чувствовал Вот этот контакт С большим количеством Аудитории То есть Я понимаю Что ораторы Ну Не будем Типа Сталина Или ораторы Типа того же Хрущева Или как Допустим Наш президент Может умеет говорить Он не оратор Но умеет правильно Говорит Умеет вокруг себя Сплачивать людей Люди Верят Не верят Это уже вопрос Второй Правильная политика Неправильная Не будем о политике Ну просто Есть у людей Харизматичные Достаточно Люди Которые умеют Выходя на аудиторию Ее быстро брать на себя Ну в любой сфере Иногда приходишь На любой спектакль Ты понимаешь Что этот актер В жизни один А на сцене Он совершенно другой Там действительно Какой-то сгусток энергии Ты видишь Совершенно другого человека А в жизни он простой Обычный Как бы не скажешь Что от него Так уж прямо там Ну Такой есть гипноз От них все равно исходит Иногда люди меня завораживают Такие Есть просто Заходит человек В аудиторию Я когда учился В Ленинградском институте Инженера железнодорожного транспорта Как мы Называли очень Институт Ленинградский институт Изучения женского тела Вот И там У нас На лекциях Были педагоги Профессора Которые Ну просто Которые Вот не переставал слушать Вот этот гимн Вот этот Магнетизм их Он у меня поражал То есть Мне всегда хотелось Походить на этих людей Ну Держать аудиторию Это особые Наверное Особые способности Человек Вот Вот Есть Интересный вопрос От наших Зрителей Слава Это счастье Или бремя Ну Когда ты Я не люблю Слово слава Больше Подходит все-таки К сегодняшнему дню Слава Это когда уже Исторически сложилось И люди Они вот Скажем Ну слава Слово такое Ну Слава Отечеству Там Ну такие Это громкие фразы Мне кажется Популярность Какая-то Какая-то Больше подходит Наверное К сегодняшнему веку Популярность Славу Назвать Сложно Хотя Это бремя Наверное Больше Для кого-то Это бремя Для меня Было желание Мальчишки Ну желание Мальчишки Исполнилось Я хотел Как Битлз Выступать на сцене Это произошло И большое спасибо Тем людям Которые мне Помогли это сделать Это не только Моя заслуга Заслуга больше тех людей Которые Тебя формируют На протяжении жизни Те же родители Которые тебе говорят Не надо петь Ты иди инженером работай Все равно Иди инженером надо Музыка не твоё Мне мама всегда говорила А папа поставил Сказал У меня сынок Вырастет певцом Поставил на стул Я пел Он так поет И все слушали И меня действительно В детстве все слушали Все родственники Приходили слушать меня Я пел детские песни Типа Солнечный круг Небо вокруг Там В лесу родилась елочка И даже Воспитатели детского сада Сказали Виктору обязательно Надо идти В ленинградскую капеллу Ему обязательно Надо петь Получился Я при этом в школе На уроках пение плохо Но выходил К доске Пел Получал пятерку И тем самым Я сглаживал все свои двойки По сальфеджио И по всему остальному То есть Ну это бог наделяет Я хочу спасибо сказать Саше Назарову Который Был моим непосредственным Руководителем В группе форум Электроклуб Который В общем-то В принципе И сделал меня Я ему При этом благодарен Потому что он Верил в меня Это очень важно Потому что Не все могли верить Не всем я нравлюсь Да я не ставил Таких задач И когда это все Происходит В твоей жизни Ты понимаешь Что Судьба к тебе Благосклонна Потому что Когда ты смотришь Как живут иногда Другие люди И понимаешь Что Особенно инвалиды Ты думаешь Что тебе Бог дал возможность Пройти этот путь С разными Жизненными ситуациями Всякое в жизни было Нельзя сказать Что я жил Какой-то празднов С счастливой жизнью Потому что У меня была Первая семья Не всегда Все там было удачно Зато вторая семья У меня удачная Счастье У меня прекрасных Двое детей Анечка И сын Святослав И я Просто восторгаюсь Своей супругой С которой мы уже 25 лет вместе Поэтому Я не безгрешный человек Но я могу Много что про себя Рассказать Наверное Вот есть Есть повод Написать книжку Очень много Возможно Ситуаций в жизни было Поэтому Слава И ребята Кому-то это нужно Вот моя дочка Вторая Аня Которая Она вообще этого не хочет Я попытался Как-то ей помочь Допустим Она участвовала У меня в фабрике звезд Она неплохо Она неплохо поет Даже неплохо сочиняет Сейчас она в Америку уехала Вышла замуж За американца И не хочет ничем заниматься Кроме как Своим мужем пока По крайней мере пока Посмотрит Что будет дальше Поэтому Каждому свое Ну Я думаю Слава Это очень громко Про меня не надо говорить Популярность была Она Уходит Приходит Кто-то стабильная Кто-то Вроде бы Якобы пропадает Я сегодня смотрел Старый фильм И Сегодня Посмотрел Прекрасную передачу Про Назарова Про актера Про нашего Которого сыграла В колоссальных количествах Фильмов Колоссальный человек Совершенно Мне настолько нравятся Такие актеры Они простые В жизни И совершенно В быту У него семья Дети Он такой же Сердечный И актеры Они замечательные Это настоящие Советские Советская школа Я человек Советский Все-таки Когда я Жил в Советском Союзе Как говорили В Совке Мы хотели Все про западное Запад Вот запад Вот это Когда мы Вкусили запад Бывали во многих Странах мира Когда начали сравнивать Что у нас Что у них Ну кто-то еще Кто не сравнивает Переворачивает Страну С головы С ног на голову Очень неприятные Отношения с Украиной Мне очень жалко Что так у нас Все развалилось В этой ситуации Ну в этой В этой части Нашей жизни Мне очень много Обидно за то Что произошло Но я тоже был Такой Прозападный Но я хочу сказать Что мы уникальная Нация Мы уникальный народ При этом Мы Нам нелегко Живется внутри Мы не всегда Можем самоорганизоваться Вот по поводу Даже коронавируса Когда говорят Ну не выходи ты из дома Ну просто возьмите Откройте газеты Я понимаю Что многие просто Не слушают Политических деятелей Не слушают Не хотят даже Вникать в это Это плохо Но иногда Открой просто Статистику Статистику Вот И аккуратность Осторожность Она должна присутствовать В человеке Понимаете Что буквально там Десять дней назад Еще было только Четыре умерших Да От коронавируса Четыре А сегодня уже Сорок семь Сейчас вот я посмотрел Пятьдесят Вот просто Дайте Поставьте себе задачу Это же неспроста Это же не просто так происходит Не Просто так люди Вбьют В колокола Что Даже американцы Говорят Какие-то домыслы Сейчас Вот там я читаю Иногда Такую ересь Но люди На этом Хайпуют Пытаются поднять Свой рейтинг Какой-то На этом На несчастье других Это несчастье Ребята Для мира Это несчастье Тем более Сколько людей гибнет Сколько медиков Людей Которые В принципе Забесплатно Работают Понимаете У нас медицина К сожалению Нехорошо оплачивается В мире Может быть В стране Может быть Мы когда-то Поймем Как раз Вот эти всевозможные Катаклизмы Нам как раз Дадут возможность Оглянуться И дать возможность Не только артистам Красиво и хорошо жить А дать возможность Жить Врачам Учителям Которые должны Достойно Достойно И чтобы дети наши Росли И шли в эти профессии Они шли в профессии Каких-то там Я не знаю Блогеров Там Совершенно Это все надстрочные Это я уже Я могу это в книжке Все написать Все Мы договорились В общем Коротко Завершаем эфир Друзья У нас сегодня В гостях Виктор Салтыков Два слова О планах На будущее Что ждать Нам Музыка Семья Музыка Семья Все планы Вот В реальной жизни Я намного Не планирую Тем более сейчас Я уже стараюсь Мне уже далеко Не 22 года Вот Поэтому Я занимаюсь Спортом У меня есть Маленький Небольшой бассейнчик Тут в доме Я так Плаваю Мы Со Святославом Со своим сынишкой Много что делаем Интересного И ходим на прогулку У нас здесь Закрытая зона Слава Богу Никто нас не проверяет И мы Никого не заражаем Потому что Никого вокруг нас нет Мы даже с нашими Близкими Друзьями Мы все дружим Дружим домами Все мои старые друзья Они грузины Мне с ними Часто мы Вступаем в разные Поремики И по поводу И политики И по поводу жизни Но все мы Советские люди И все люди Того времени Поэтому мы Дружим И то мы до сих пор Даже когда Видимся Через заборчик У нас заборчик Такой прозрачный Мы не подходим На расстояние Друг к другу Больше чем На 10 метров Даже не два шага Там не два метра Как рекомендуют А вот именно Не подходим На расстояние Там 10 метров И вот так Разговариваем Сегодня тем более Ну тогда соблюдаем Режим самоизоляции Не я просто призываю Я призываю У такого тоже Да